ребята всем доброе утро всем привет а я уже собрано чтобы идти на вождение сегодня и сегодня отличное солнечное утро сейчас мы с вами пойдем на улицу я правда не знаю холодно там или нет но судя по прогнозам погоды которые показывает телефон у нас сегодня ночью было минус 2 не знаю насколько ночью было минус 2 потому что не смотрела но вроде как ночью было холодно сейчас температура вроде поднялась в общем да собираюсь я на вождение водить машинку на этой неделе это последнее занятие так ребята на улице все-таки холодно похолодало ветер холодный я уже покаталась позанималась зашла в китайский магазин мне нужно было купить какие-нибудь цветные веревочки или ниточки я бы взяла вот такой вот и взяла еще вот такие вот ниточки надеюсь что-то из этого мне подойдет потому что мне там тежики и эти кружочки люверсы маленькие я надеюсь она влезет и аккуратненько можно будет красивый узелочек завязать я направляюсь домой прохладненько я этот перчатка потому что без перчаток руки моментально замерзают вечер у нас такой холодный холодный и иду домой но зато солнышко самом деле погода хорошая просто холодно но солнечно это я уже дома уже много времени прошло знаете со вчерашнего дня у меня какая-то хандра не знаю как то короче нет ни настроения вообще ничего я делала страничку то что покупала веревочки мне подошли не ниточки а именно вот это вот вот такая вот ленточка винти она градиентная цветная классно мне подошли подошла именно это что и сейчас собираюсь немножко посидеть за планером со своим разметить новую неделю который уже подходит концу я на этой неделе вообще к планеру не прикасалась вот вообще а мне очень нравится вести планер меня это расслабляет я вот пишу все какие-то свои дела какие-то планы и это очень здорово не знаю мне нравится микски придет новый я вот до января месяца пользовалась обычным блокнотом от лореаль мне это прислали он очень такой толстенький тут много белых листов но я вот каждый разворот получается на неделю делаем и да и так очень прикольно знаете вот пересматриваешь вот так вот все недели смотришь чем ты занимался что делал какие у тебя были дела цели и так далее ну не знаю мне очень нравится это такое дело потому что ваня допустим любит все записывать у нас есть в телефоне календарь и все туда записывает а вот а так как какие-то свои девчачьи штуки по дому там всякие планы свои покупки расходы и так далее то я записываю в свой планер на вот вместе как я уже сказала придет новый скоро его уже выслали не буду вести вот с января месяца новый точнее наверное уже середины января что на следующей неделе по идее должен как прийти но пока он не пришел буду вести этот суп они которые у меня здесь есть на данном этапе у меня очень много разных наклеечек обожаю наклейки наклейки люблю самого детства я вообще и когда вот еще подростком была ребенком очень любила блокнотики ежедневники дневники там секретами на замочки все дела поэтому мне это тема очень близко на меня расслабляет я люблю этим делом заниматься люблю смотрите видео по этому поводу как девчонки там рисуют оформляют я прямо же это аж кайфуем так что напишите в комментариях кто тоже любит данным делом заниматься и я буду планировать остаток этой неделе и уже совсем скоро вернется вами ваня повернулся домой очень не сегодня после работы ездил в больницу мы делали операцию вырезали его очередной зуб который у него рост до начинает болеть обезболивающие тебе выписали у меня выписали 2 и 2 выписали это случай если будет болеть сильно ну смотри сам по по своему самочувствию то хоть ваня начала разговаривать он когда пришел общение на взрыва штука которая кровь собирала что мы сегодня остаток дня проведем на диванчика не представляю удаление зубов мудрости фигня они просто за мудростью надо ли таким образом надевали проворачивали и вырывали зуб а этот сверлили ли что-то зуб он чтобы люди понимали зуба не было видно со стороны но десны он был внутри в лежачем положении поэтому операция такая сложновато было два врача до тебя нас есть врачный ассистент обезболивающих давай выпей пусяши тут рядышком с нами будет тусоваться я заполнила плане сейчас будем смотреть что-нибудь по телеку у нас кстати так похолодало а я уже говорила сегодня и мама звонила в клайдер тоже тоже холодно ветер такой сильный то нас пусть и дома тепло топим как ненормально с батареи горячая он в майке отлично себя себя чувство естественно под пледиком сидела божечки посмотрите на нее надо так кайфовать она так сейчас еще глазки зажмурила вот так не не так вот так зажмурь глазки маленькая крокозябрышка любимая что это там что это за звуки такие в общем мы посмотрели одну серию мультика сериала и ваня уснул так что я рядышком на кровати с ним лежал он выпил обезболивающий и уснул так что они с пумой спят уже давно я все время была рядом с ними читала читаю сейчас книгу очень интересную по поводу по поводу детей по поводу кормления и так далее и поняла что уже вечер причем такой приличный я очень хочу есть что я последний раз ела 4 или 5 часов назад я почувствовала такой голод поэтому я пришла на кухню сейчас что-нибудь себе сделаю покушать ваня вряд ли будет есть спит я думаю сейчас сделаю себе омлет наверное или просто яйцо себе пожарю вот у меня такой ужин и доем я не доела этот курсант с сыром и ветчиной просто сейчас устрою себе ужин в одиночестве в общем вот такой вот у меня ужин я сделала себе кусочек с авокадо хлеб кусочек хлеба к омлету и остатки кросса и заварила чай так что я ужинаю всем приятного аппетита все ребята если вы чувствуете намного намного лучше я поспал где-то примерно пять часов сейчас ну я встал 10 часов вот сейчас у нас уже почти час ночи и я спать вообще не хочу ну логично меня короче я выпил этих обезболивающих и меня вырубил мне два часа нужно выпить еще таблетки я думаю в два часа где-то лечь спать вот завтра нам к врачу ты не говорил да поэтому десяти где-то к врачу вот и я с работы не отправлю чтобы не отпрашиваться я отрабатывал сегодня отработал два часа дополнительно и вчера час то есть три часа и завтра где-то в 12 на работу приду до двух часов два часа можно было бы в принципе оставить допустим на понедельник и в понедельник отработать эти два часа но там нужно очень срочную вещь сделать поэтому нужно завтра прийти обязательно вот и вот такой у нас локсильный получился я правда себя уже намного лучше чувствую немного короботочит но это нормально но там такой шрам его практически вообще не видно ну это еще не шрам это ну не шрам а там идет разрез где они зашили там в общем малюсенький малюсенький такой вот а когда мне делали операцию я думал там мне просто вскрыли все небо вот так вот и вот так вот все там вытаскивали оказалось малюсенький разрезик в общем фантазия когда тебе туда лазит плоскогубцами пилками всякими дорисовывает очень страшные вещи так что ребят все видимся с вами завтра и всем какой красный осыщение очень желтый все видимся с вами завтра пока-пока пока-пока ребята я сейчас буду монтировать оболожек да ладно да а